Восьмиклассник Даниил, активный и ответственный житель областного центра, сегодня занят важным делом, помогают благоустраивать пришкольную территорию. А в перерывах, в числе так любимых детьми страшных историй, наверняка рассказывает о том, как когда-то встретился с настоящим вампиром-клещом. Это было, когда я ездил в лагерь Орленок, ко мне приехал мой дядя, и мы с ним пошли на речку. Мы шли такой тропой густой, много растительности было, ну и потом почувствовал, что на мне что-то сидит. Я посмотрел, думал, какая тамошка, а потом присмотрелся, крылышков нет, значит клещ. К слову, распознать членистоногой не так просто. Не каждому взрослому эта задача по плечу. Но ученики 20-й школы ребята подкованные, знают не только, как выглядит клещ, но и как избежать с ним встречи. Клещи – это очень бредные насекомые, и если вы подцепили клеща, то стоит немедленно ехать в лабораторию, чтобы клеща обследовали. Чтобы не подцепить клеща, клеща в лесу нужно надевать штаны длинные и обязательно майку, потому что клещи водятся в траве от 15 сантиметров, и они прыгают, и очень незаметно. Когда вы пробыли в лесу, обязательно нужно проверять тело и одежды, нет ли нигде клеща. Ну, как я говорила, если нашли, то обязательно ехать в лабораторию. Однако, к большому сожалению, правила эти знают, выполняют далеко не все. Только за минувший период 2017 года в учреждениях здравоохранения Бреста и района были зафиксированы укусы клещей без малого у двух сотен горожан представителей подрастающего поколения. Подвергают здоровье риску и взрослые. Хочется попросить особое внимание уделять родителям своим детям. Не стоит допускать игры в высокой траве. Стоит очень внимательно выбирать место для отдыха за городом. За городом, на открытых участках природы. Смотрите, чтобы ребенок был хорошо одет, то есть участки тела были максимально закрыты одеждой. Пользуйтесь репеллентами. В нашей сети аптек сейчас довольно большой и широкий ассентимент репеллентов от клещей, от комаров, от мошек. Специалисты напоминают, клещи могут переносить опасные болезни. При обнаружении щениста ногого его необходимо как можно скорее снять и отправить на исследование. Пострадавшему не будет лишним обратиться за консультацией к врачу. Это может быть участковый терапевт или инфекционист в поликлинике по месту жительства.